На сегодняшний день область полностью защищена. Здесь находится штаб оперативного командования СХИД. Сегодня наша область строит самое большое количество фортификационных сооружений для того, чтобы защитить восточные границы области и не допустить того, чтобы у нас повторилась ситуация, которая существует у наших соседей. И да, агрессия России продолжается. Мы сегодня строим порядка 49 фортификационных сооружений, из которых 23. Это первая линия обороны. Остальные это вторая линия обороны. На это выделено 120 миллионов гривен. Мы пока получили 39. Проведена переговорная процедура. Вы знаете, что приняли закон, по которому можно ускорить процедуру тендерную путем проведения переговорной процедуры. Вся эта процедура прозрачна. Она есть на сайтах, она есть в прессе. На сегодняшний день мы начали выполнение работы. Что касается майских праздников, то первое, с 30-го числа все силовики переведены в состояние повышенной, будем называть ее, боевой готовности. В четверг будет брифинг руководителя СБУ и руководителя ОВД по поводу обеспечения безопасности на майские праздники. Значит, мы обеспечим полностью безопасность людей. Мы привлекаем дополнительные силы национальной гвардии. Мы на самом деле привлекаем дополнительные силы батальона Днепр-1, который будет обеспечивать безопасность. Мы привлекаем дополнительные силы службы безопасности Украины для того, чтобы все мероприятия проходили для жителей Днепроводорска в безопасном режиме. У нас есть Днепропетровска и Днепропетровская области. Мероприятия, по-моему, назначены достаточно массовые в городе Кривой Рог, в городе Днепропетровск. Это что касается 1-2 мая, правильно? Да, да, да. Мероприятия, которые назначены в других городах, туда МВД задействуют, например, в Кривом Роге МВД задействует спецподразделение Кривон для обеспечения безопасности и задействует батальон Кривбаз, который будет находиться в боевой готовности для обеспечения безопасности жителей области. На самом деле я всех очень прошу, давайте мы друг друга не будем провоцировать, это самое главное. Но государство и власть готовы защитить своих жителей. Я думаю, что мы вместе не допустим, чтобы у нас что-то омрачило эти праздники. И прошу вас, отнеситесь соответственно сами. Когда стоят брошенные сумки, когда стоят какие-то предметы, если первое мы отнесемся к этому ответственно с вами, то, соответственно, и праздники пройдут более спокойно. Спасибо.